Радужная оболочка Сама оболочка состоит из двух слоев. Передний слой называют мезодермальным, а задний – эктодермальным. Первый отвечает за то, какой оттенок принимают глаза. Чем больше там концентрации меланина, тем темнее глаз. При глазах людей на планете больше, в основном 80%. Где-то 8-10% счастливчиков голубоглазых, 2% зеленые глаза. Бывает еще такая особенность, как гетерохромия. То есть по-разному откладывается количество пигментов в правом и левом глазу. И поэтому люди бывают с разными глазками. Один глаз голубой, другой зеленый, например, или голубой и коричневый. Бывают еще у нас альбиносы. Есть такая категория людей, где у них и светлая кожа, и светлые волосы, брови, ресницы. Потому что отсутствует или практически отсутствует количество пигмента меланина в организме. И, соответственно, когда солнечный свет попадает на радужку, вернее, в глаз, то свет отражается от тонкой сетчатки, под которой находятся крупные сосуды, и глаза кажутся красными. Длительное время ученые изучали природу цвета человеческих глаз. В результате длительного исследования выяснилось, что у голубоглазых практически отсутствует пигментация верхнего слоя радужки. Из-за этого она отражает больше света, чем поглощает. Отраженные световые волны короче, поэтому они воспринимаются людским зрением, как голубой цвет. У кореглазых же этот слой сильно пигментированный, что позволяет радужке поглощать больше света. Из-за этого она и кажется темной. Однако нижняя часть радужки и у кореглазых, и у голубоглазых, и у зеленоглазых, и у сероглазых полна меланина. Это означает, что все мы по факту обладаем коричневыми глазами, и под синей радужкой скрывается темный цвет. Цвет глаз меняется, во-первых, при рождении. Доказано, что уже свыше 80% детишек рождаются голубоглазыми. А потом, в течение нескольких недель, месяцев, увеличивается отложение пигмента в радужке, и в зависимости от этого формируется тот или иной цвет радужки. То есть, например, сероглазые детки уже к году определились, все, что они остаются сероглазыми. Дальше количество пигмента меняется, и синеглазые детки у нас примерно к полутора годам уже остаются синеглазые. Те детки, у которых корее глаза, немножечко со временем увеличивается количество пигмента, и к трём годам формируется уже основной цвет. Но нужно отметить, что пигмент в глазу, он только коричневый. Его не бывает ни зелёного, ни синего, ни голубого. То есть, просто от того количества, которое пигмент откладывается в радужке, вот от этого формируется цвет радужки у нас. Также во врачебной практике существует мнение, что люди с голубыми глазами в темноте видят гораздо лучше. Исследования показали, что люди со светлыми глазами имеют в среднем на 20% больше палочек в сетчатке глаза, чем люди с карими глазами. Палочки – это светочувствительные клетки, которые отвечают за зрение в темноте. Однако разница в остроте зрения в темноте между людьми с разным цветом глаз невелика. В большинстве случаев люди с голубыми глазами могут видеть в темноте лишь на несколько метров дальше, чем люди с карими глазами. Кроме цвета глаз, на остроту зрения в темноте также влияют другие факторы, такие как возраст, общее состояние здоровья и наличие каких-либо заболеваний глаз. Сам цвет глаз, он на остроту зрения не влияет. Но вот есть такие нюансы, потому что острота зрения вообще зависит от того, как работает сетчатка и насколько прозрачны преломляющие среды. Роговица, хрусталик, стекловидное тело. Насколько хороша функция колбочек в центральной зоне сетчатки. Но действительно замечено, что люди со светлой радужкой, они лучше видят в темноте. Потому что в условиях одинакой освещенности глаз поглощает больше света, и поэтому они немножечко видят лучше, чем темноглазые. Но с другой стороны, опять же, находясь на ярком солнце, светлый глаз поглощает больше солнечных лучей, и это опасно для сетчатки. У них чаще развивается центральная дистрофия сетчатки. Все люди, по сути, кореглазы, а оттенки радужки – это игра света, которая зависит от пигментации ее верхнего слоя. Изменить ее можно, однако не стоит забывать, что все цвета уникальны по-своему, и каждый имеет право на существование. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости.